Уважаемые наши телезрители! Садоводы-огородники! Наступило лето! Мы с вами готовимся в преддверии получения хороших урожаев! И на ягодниках, и на плодовых деревьях, и, конечно, на нашей любимой культуре виноград! Но прежде чем планировать, какой же у нас будет урожай, мы должны сделать хороший анализ. А что же было в прошлом году? Ведь плодовые почки закладываются обычно в июне, в июле прошлого года. И это будет характеризовать, какой же мы можем потенциальный урожай получать в этом году. Ну и будем, конечно, корректировать, какие были погодные катаклизмы и в предшествующем, и в этом, будем говорить, зимнем сезоне, весеннем сезоне. Поэтому давайте сделаем такой экскурс. По прошлому году, вы помните, что весна была холодная, лето холодное, дождливое. Растения себя чувствовали по ростовым процессам нормально, но это в ущерб закладке плодовых почек. По винограду, вспомните, осень, когда лоза практически очень плохо вызревала, было максимум различных болезней, потому что влажнокапельная среда, она как раз и характеризует вспышки различных заболеваний. Кто поборолся, кто, как бы, своевременно подкармливал растения и делал, допустим, осенние обработки сульфатом калия или монофосфатом калия, то есть перевел их в процесс вызревания, те, конечно, могут рассчитывать и на хороший, приличный урожай в этом году. Но, опять же, допустим, много обращается к нам садоводов по персикам, да? Ведь культура получилась как перезимовала хорошо, ростовые процессы пошли нормально, но весенние заморозки, они у нас очередовались практически 4 дня подряд, значит, повредили и листовой аппарат на персиках, и мы это посмотрим, и вот на этом участке. И, значит, конечно, почки плодоносные погибли. Поэтому в этом году в большинстве случаев, за исключением, допустим, городской черты, где микроклимат совсем другой, в отличие от, допустим, на более продуваемых дачных участках. Поэтому мы должны, значит, сейчас сосредоточиться на чем? Помочь растениям восстановиться, уже планировать урожай следующего года, то есть совершать ряд подкормок, как корневых, так и внекорневых. И, конечно, побороться с болезнями, с вредителями, которые перезимовали очень хорошо, и сейчас будут постоянно поражать наши растения. А с учетом того, что они вышли ослабленные с прошлого года, нужно растениям дать возможность и восстановить свои силы, и чтобы у них иммунная система начала работать как бы самостоятельно, нужно применить ряд препаратов для их защиты. Мы сейчас с вами находимся на участке, над которым взяли шефство. Мы будем показывать те недостатки, которые могут у нас встречаться, и на которые вы можете не обращать внимания, а обращать надо. Вот данный участок земляники весной, после зимы, мы обрабатывали по зимнему листу, который зимовал, такими препаратами, как Купролюкс, 25 грамм на 10 литров, и Вертимек. На другом участке мы использовали Алатар. Алатар и Вертимек – это против клеща, против долгоносиков, и вы видите, что лист в основном чистенький, но кое-где уже повреждения есть. Поэтому мы захватили опрыскиватель, и этот участок будем на сегодня проходить, и с учетом того, что это уже на цвету. Будем работать Купролюксом, 25 грамм, и плюс Вертимек 5 миллилитров на те же самые 10 литров воды. Ну а сейчас мы находимся с вами возле виноградника. Помните, если по прошлым съемкам здесь была одноплоскостная шпалира, виноград себя чувствовал очень неуютно, размещать его в пространстве было сложно. Сейчас хозяин переделал его на одноплоскостную шпалеру, это метр пятьдесят по высоте. Для данного участка это наиболее оптимально, допустим, то, что забор. Здесь идет накопление тепла, значит, солнца здесь не так много, но когда мы размещаем куст более расширенно в пространстве, лист будет работать наиболее оптимально, поэтому даже для такого затененного участка эта шпалира самая оптимальна. По данному развитию винограда мы видим, что некоторые уже доросли до первой проволоки, и мы осуществляем подвязку винограда ко второму ярусу шпалеры. Переходя к данным побегам, вы видите, что здесь идет повреждение виноградным зуднем. Вот характерный его налет и вот такие пупырчатости на листе. Вот в каждой такой пустуле где-то порядка до тысячи может находиться клещей. В данном случае мы видим, что весь виноградник необходимо обрабатывать. Чем мы будем обрабатывать? Против болезней на сегодняшний момент будем обрабатывать квадрисом, или же совмещаем, допустим, купролюкс и топаз. Купролюкс будет контролировать мильдию, антракноз, пятнистости, а топаз будет контролировать аидиум. 25 грамм купролюкса, 4 миллилитра топаза. Против клеща мы используем вертимек 5 миллилитров на те же самые 10 литров. И чтобы развитие растения получило более такое благоприятное, мы делаем подкормку чайная ложка на те же 10 литров алго супер. И обрабатываем по листу, мы убираем и делаем профилактику, чтобы не было поражения болезнями. Мы боремся с клещом и делаем внекорневую подкормку. На сегодняшний день, когда корневая система еще недостаточно прогрелась, и работа это как бы недостаточно через лист, внесение питательных веществ, это на сегодняшний день самое оптимальное. Нашим садоводам, виноградарям рекомендую вот такие стульчики, так называемые с лыжами. То есть, если вы садитесь возле кустика, он не проваливается, и очень удобно работать. И легко брать, допустим, для переноса вдоль ряда. Вот я вам показываю, это вот началось заселение тлей. Это самки-расселительницы. Они будут здесь свои колонии создавать. И вы видите, уже пошло заселение по, прежде всего, верхней кроне. Потом это начнется перемещение вниз, и начнутся заворачиваться листья. Вот чтобы этого не допустить, нужно сейчас, допустим, такими препаратами, как Аллатар, Фуфанон, Актора, тем же Вертимека можно, если у кого... Но Вертимека это дорого. Лучше всего использовать или Фуфанон, или Аллатар. Это и дешевле, а эффект тот же самый. И вы видите, уже по веточкам побежали муравьи. Они потихонечку сейчас будут расселять. Поэтому ваша задача бороться не с муравьями, а бороться с тлей. Они дуют этих коровок и будут погибать. Поэтому мы численность их скорректируем для того, чтобы они не вредили нашим садовым друзьям. Мы видим, что листик уже заворачивается. То есть вопрос здесь откладывать нельзя. Нужно проводить обработки и от вредителей, и от болезней. Тем более сейчас самый такой период идет, когда выброс спор, вызывающий паршу. И сейчас вот здоровый, нормальный листочек. А потом у вас такими блямбами пойдет, и уже эффект будет поражение листового аппарата. Мицелин начнет развиваться туда дальше. Тут же может возникнуть и повреждение манилиоз. Поэтому, чтобы этого у вас не произошло, лучше всегда делать профилактику. То есть мы сейчас в этот период обрабатываем, защищаем растение, помогаем восстановить иммунную систему растения, чтобы оно работало. И делаем внекорневую подкормку через лист для данного растения. Уважаемые наши садоводы, вы должны не забывать, что приезжая на свой участок, идете и смотрите по своим растениям. Обрезка, она не только, допустим, зимняя или ранневесенняя осуществляется, но и летняя. И мы смотрим, как развиваются наши растения. Мы убираем прежде всего веточки, которые растут внутрь кроны. Они вам не нужны, и будут эти веточки себя неправильно вести. Мы смотрим, вот он побег. Мы видим вот такое поражение. Нам вот эта верхушка, она ни к чему. Значит, здесь у нас, получается, две веточки дублируют параллельно друг к другу. Чтобы было нормальное развитие, и вот здесь мы смотрим тоже повреждения, мы переводим веточку вот таким образом. Ну и, конечно, нужно замазать садовым варом. Обратите внимание на такую культуру новую для нашего региона. Это персик. Данные растения вот на этом участке ведут себя по-разному. По всей видимости, вот здесь холодный воздух с заморозком не сел. А вот давайте перейдем на другое растение, которое характерно для многих участков, кто выращивает персик. Вот такая неприглядная картина. Вы видите. Здесь, конечно, присутствует и болезнь, потому что вы прекрасно понимаете, что на ослабленные растения болячки хватаются очень быстро. Но это чисто физиологически. Это было, знаете, как говорят, критические дни. В критические дни заморозок сел и сделал вот такое свое дело. Но мы сейчас видим, что почечки просыпаются, и вот побеги здоровенькие начинают нарастать. Поэтому вас это не должно как бы сильно пугать, а нужно за растение побороться, нужно его восстановить. Для этого необходим и полив, и минеральные подкормки. И на сегодняшний день это побороться против болезней, защитить растения, снять заболевания. Это лучше всего сделать квадрисом. Это из страбулинов новый препарат. Он действует очень мягко и снимает весь спектр заболеваний, в том числе и манилиоз. И защитит растение, ну, где-то 10-12 дней. Для растения это достаточно, чтобы восстановить иммунную систему, и растение начало работать. Ну и при этом нужно сделать внекорневую подкормку, ну и, естественно, побороться с тлей. То есть мы делаем баковую смесь квадрис 6 миллилитров на 10 литров воды, значит, вертимек 5 миллилитров на 10 литров воды, на те же самые 10 литров воды, и чайная ложка алго супер на те же 10 литров воды, чтобы подкормить растение через лист, и помочь ему восстановиться, проводящую систему восстановить. И я думаю, что к следующему сезону здесь будут заложены и плодовые почки, и на следующий год он даст урожай. Поэтому вот так, как говорится, опускать руки не следует, а нужно делать все грамотно и правильно. И в дальнейшем я нашим садоводам хотел бы пояснить, что не надо отпускать у персика на такую длину, значит, ветви. Вы представляете, что вот образуются вот такие ягоды, да, и их будет очень много, и самое больное место у персика – это ломкость ветвей. Видите, вот листопад. Но ничего. Вот. Поэтому он должен быть у вас компактный. Не надо его тоже в высоту отпускать, потому что собирать оттуда будет проблематично. Нужно обрезкой его снижать и держать компактно. Потому что у него вот эта зона вся оголяется, она переходит на периферию, и тогда уже точно будет все ломаться. А вы сами прекрасно понимаете, что любая поломка, любая микротрещина – это врата для инфекции. Чтобы этого не искать, нужно сейчас фунгицидиками поработать, с сектицидами, и сделать некорневую подкормку. С учетом того, что состояние, допустим, винограда, я посмотрел, я немножко скорректировал по обработкам, и решил, значит, обработку проводить против болезни – это купролюксом, два пакетика на 10 литров воды. Значит, мы отмеряем вертимек 5 мл на те же 10 литров воды и добавим чайную ложку «Алго Супер» на те же 10 литров воды для внекорневой подкормки. Можно использовать, помимо купролюкса, можно, допустим, такой препарат новый, как «Акробат». Очень хорошо работает против мельдью, а сейчас по температурному режиму может проявляться прежде всего мельдью, а «Эдиум» – это будет в более жаркий период повреждать растения. Поэтому мы сейчас ограничимся обработкой вот этими препаратами. Ну, а здесь в вертимеке пробочка, она измерительная, то есть мы отмеряем, сколько нам надо на эти 10 литров воды. Ну, а теперь приступим, включаем и идем работать. Пока идет налетание рабочей жидкости в систему, и мы идем к нашему винограднику. Подходя к кустам, мы видим, что, допустим, вот здесь как бы листовой аппарат в основном чистый, и у некоторых может возникнуть вопрос, может быть, это не надо обрабатывать? Нет, обрабатывать надо везде, потому что заселение пошло, и уже сильно пораженные, и уже идут некоторые листики. Поэтому мы начинаем весь куст обрабатывать. Для обработки данными препаратами не обязательно, значит, там снизу обрабатывать. Здесь достаточно рабочий раствор нанести на поверхность. До дождя должно пройти не менее двух часов. Чтобы препараты, они впитались и сделали свое дело. Где контактно, допустим, на того же клеща попадет, значит, это хорошо. А так они питаются клеточным соком и сразу же погибают. И вы увидите, что у вас и листовой аппарат на ваших растениях очистится, и новые побеги будут чистенькие и хорошего развития, с учетом того, что мы еще это растение и подкормили. И этим же рабочим раствором мы можем пройти и по другим садовым культурам. Часто если вот по этим колоновидным яблоням мы увидим, что муравьи здесь присутствуют, и они разносят уже тлю. Поэтому мы сейчас это растение тоже будем обрабатывать. Уважаемые садоводы и огородники, значит, я хотел бы все-таки сказать и напомнить вам, да, сейчас лето началось, но, значит, многие не успели что-либо посадить. У некоторых растения, некоторые пропали, и уже сейчас видно, что они уже не оклемаются. Поэтому всегда должны помнить, что есть посадочный материал с закрытой корневой системой. И его можно сажать, будем говорить, с 1 апреля по 25 октября. Но чем раньше вы его посадите, тем растение, корневая система, начнет развиваться. Особенно это обычно, вот конец июля, начало августа, идет бурное нарастание корневой системы. Поэтому чем раньше вы их посадите, растения приживутся, будут развиваться на вашем участке. И это уже в любое время можете сделать. Главное подготовить то место, куда их посадить. Хотел бы еще коснуться такой культуры. Почему? Потому что сейчас есть такая категория дачников, которые больше с тени пени сеют. Это газон, травку, цветочки, кустарники. Ну, я хотел бы все-таки напомнить, что все равно всегда хочется что-то своего скушать. Так вот, я хотел бы предложить культуру, так называемую, для ленивых. Это грецкий орех. Грецкий орех, селекции Ивана Павловича Левина. Это наш, будем говорить, воронежский мичуринец, который 30 лет занимался селекцией грецкого ореха и получил вот такие вот формы. Танкокорый. Вот я вам просто вот срез показываю. Берете и пальчиками раздавливаете и кушаете полноценный орех. Что хотелось бы проговорить про данную форму. Они уже на третий год начинают плодоносить. Некоторые, конечно, стремятся купить у нас саженцы уже с орешками. Ну, я вам хотел бы сказать, все-таки нужно сажать вот такую форму. Почему? Значит, во-первых, когда высаживают, они уже здесь с подрезанной корневой системой. Здесь соизмерима и корневая система, и надземная часть. Когда, допустим, в пложках продаются такие вот орехи, и уже с орешками. Да, это как бы глаз радует, и вот уже урожай вы будете получать. Но вы поймите, что пока не разовьется корневая система, надземная часть, она у вас в такое же состояние и останется. Поэтому лучше посадите это. Через два года это стабильно, вы будете получать первые уже орехи. Дорогие наши садоводы, наши огородники, наступил такой уже предметный сезон по уходу за нашими питомцами. Поэтому будьте бдительны. И в наше, как бы, непростое время мы должны обеспечивать свою семью, своих родных и близких качественной витаминной продукцией. И это все в наших руках. Какие-то будут вопросы возникать по защите, по уходу, вы можете звонить лично мне в любое время, можете звонить и на передачу 41-го канала «Нашу удачу». Мне вам хочется пожелать удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Нашу удачу»